всем привет вы снова на канале у еленки и сегодня я продолжаю урок для тех кто только начинает вышивать сегодня я буду показывать как вышивать бисером так сказать маленькие азы для вышивания бисера мне сегодня потребуется иголочка ниточка бисер схема канва либо ткань с нанесенным рисунком вначале я покажу вам как я буду вышивать на канве для того чтобы вышивать на канве у меня есть иголочка с ниточкой и обращаю ваше внимание на ниточки нет никаких узелочков ниточка в свободном полете беру изнаночную сторону моей вышивки то откуда вы будете начинать начинать нужно с размеченной канвы либо с места где вы решили уже откуда начнется ваша вышивка вы должны разметить место и оставить под рамочку чтобы потом можно было оформить еще в процессе вышивания ткань канва имеет свойство отрепываться у меня качественная сегодня канва не отрепывается ну вот она имеет свойство процессе вышивки отрепывается и соответственно чтобы не получилось так что вы вы шьете и потом не будет у вас возможности заправить канву в рамку как правило все оставляют около пяти сантиметров я оставляю даже немножечко больше ну может быть в целях экономии канву многие размечают многие не размечают кому как удобно все зависит от вашего желания и удобства но помните что вы всегда должны наметить начало вашей вышивки то откуда вы начнете и где оставите непосредственно ваш край и так взяла мою канву взяла иголочку с ниточкой и продеваю иголочку под квадратиками до места откуда начну свою вышивку вот я продела оставляю краешек так чтобы он немножечко висел и под последним квадратиком еще раз делаю стежок назад иголку вот таким образом я получаю мою идеальную изнанку в которой нет узелочков они не будут торчать и все будет замечательно и красиво изнанка у нас будет идеальной затем прошу продеваю иголочку в квадратик к тому месту откуда начну свою вышивку и начинаю процесс вышивки видите я ошиблась в квадратике поэтому через этот квадратик возвращаюсь к началу своей схемы непосредственно точнее вот то откуда я начну вышивать и отсюда попадет весь мой процесс смотрю на схему вот она моя схема беру свой бисер как правило я раскладываю бисер по множеству баночек я не стала сейчас ставить много баночек чтобы не тратить время мне нет начатых процессов здесь и уже в этих баночках у меня лежат бисеринки на баночках я вот таким вот простым способом таким вот простым способом ставлю обозначение и символы которые у меня используются в схеме ну и глядя на схему беру нужную бисерину в данном случае у меня красная бисеринка под вот этим номером ниточка у меня уже продета там где нужно набираю на иголочку бисеринку и следующий квадратик наискосочек от угла к углу продеваю иголочку обращаю ваше внимание что я никогда не продеваю иголку туда потом обратно я сразу прокалываю соседней соседнюю ячейку квадратик соседней свою иголочку и вывожу ее в нужное место то откуда ляжет у меня следующая бисеринка беру следующую бисеринку согласно своей схемы у меня тут вот один два три четыре четыре красных вы будете брать согласно своей схемы и снова пришиваю наискосочек свою бисеринку и вывожу рядом в нужное отверстие сверху свою иголочку таким способом вы будете пришивать все бисеринки когда вам нужно перейти на следующий ряд вы просто продеваете иголочку в обратном направлении вот сюда и будете начинать уже процесс оттуда вот она бисеринка моя да и я уже не буду ее продевать иголочку возвращаться туда я буду ее продевать вниз видите и здесь же рядышком проведу в нижний ряд иголочку чтобы сзади было все идеально возвращаясь в нужный мне квадратик отсюда я начну следующий ряд основной принцип вышивания таков что бисеринки все должны ложиться в одном направлении почему я продела в нижний ряд потому что следующая бисеринка должна у меня лечь ровно под верхним рядом и тогда ваша вышивка будет смотреться очень красиво если бисеринки будут идти в разном направлении то вышивка ваша будет смотреться как непонятно что поэтому вышиваете аккуратно и красиво завершать свою вышивку я буду точно таким же способом выведу иголочку назад продену ее под квадратиками немного несколько квадратиков можно в соседнем ряду нужно в этом не важно потом верну еще назад через какие-нибудь квадратики для надежности и лишь потом сделаю через квадратик стежок назад иголку вот таким способом мы будем выполнять всю нашу вышивку это то что касается вышивки на канве что касаемо вышивки на ткани здесь у меня уже начат процесс то собственно говоря весь процесс тот же самый только теперь берем с этой стороны продеваем нашу ниточку до места откуда мы начнем вышивать снизу между тканью и флизелином делаем стежок назад иголочку вот она наша идеальная изнаночка и выводим иголочку туда откуда мы начнем нашу вышивку готова берем точно также бисер набираем его на иголочку согласно узора который здесь он тоже у вас должен быть по баночкам или где вам там удобно как вы будете хранить и от уголочка на уголочек наискосок протыкаем иголочку опять-таки для угострения вышивки я не опускаю иголочку вниз а в то отверстие откуда снова идти будет у меня бисер возвращая его в этот ряд который я вышиваю я продеваю ее насквозь так процесс происходит гораздо быстрее и не нужно затрачивать на это свое время в общем таки вот такие вот простые движения превратят вашу обычную бумажную схему либо схему на ткани вот в такой красивый и очень симпатичный узор до новых встреч подписывайтесь на наш канал ждем вас снова